Проезд на дачу очень дорогой, и эти 250 рублей, пригородные автобусы два раза съездить у меня хватит денег. Значит, электрички бесплатно, водный транспорт бесплатный, также 250 рублей им дадут ездить по городам, и чем хуже этих пенсионеров. У нас пенсии такие же, 10-9 тысяч. Просто хочется обратиться, достучаться до депутатов, которых мы выбирали. Что нельзя так со стариками обращаться. Мы усеченные. Валер, что нравится, забезти из федеранова. Не надо, я думаю, там тоже люди умные. Нам на лекарствах не надо, мы не болеем, потому что мы в Саратове живем, с идиотской властью, которая... Вот видите, оскорбляется. Совет ветеранов. Совет ветеранов в каждом районе. Идет, и все в районе. Это констатация фактов. Потому что все хуже и хуже люди живут, все хуже и хуже делают. Меньше народ, больше народ, так говорят. Значит, годы четвертого года. Вам, как ветерану труда назначены ежемесячные денежные выплаты. Это не сказано на что. Может, на конфетку. Может, это... На лекарства. На лекарства. Но это 150 рублей. Это не на транспорт. Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения конкретно. Ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной станции. Линии. Все. Дальше. Я здесь задавала вопрос по поводу того, чтобы нам прибавляли всем ветеранам по сотовому телефону. Потому что у нас телефоны сейчас домашние неактуальные. Отказали, сказали, что это не предусмотрено законом. Теперь в отношении, опять здесь разъяснение, в отношении проездных. В дополнение к мерам по проездным постановлениям правительства Саратовской области от 10 декабря 2012 года, номер 722, внесены изменения в постановление правительства от 2009 года, номер 122, и установлена стоимость социальных месячных проездных билетов в размере 150 рублей. При этом сохранено право граждан льготных категорий на неограниченное количество поездок по социальному проезду. Они нас уже ограничили. Понимаете, то есть здесь получается, вот этот закон о ветеранах, никакого отношения нет, что 150 рублей нам добавляют, это не на проезд, это просто денежная надбавка. Сейчас уже все извратили, уже 250 нам говорят, что не надо. Теперь, вот понимаете, вот этим не только нас, ветеранов, это касается проездные, льготные, это касается инвалиды, инвалиды, школьники, инвалидам. Вот у меня сын инвалид с детства. За прошлый год, за 13-й год им прибавили пенсию социальную на 1%. Хотя всем трудовым, пенсии прибавили, ну, на 6%. На 6%. Скажите, извините, это наш Саратов так прибавляет? Нет, пенсию, это федеральная. В этом году вообще молчат. Вообще молчат. Тишина, конечно. Тишина. Молчат, в Москве молчат. Да, почему на Западе, будем говорить, пенсионеры вообще бесплатно ездят? Да, да. Нет вопросов. В Москве пенсионеры бесплатно ездят? Мы что, другая страна? Это что такое? И вот этим, вот этим законом отмена нашего нам приездных, льготных, это просто есть, подождите, есть конституция. Конституция, часть 2, статья 52, где написано, что вообще создание законов, которые ущемляют права граждан, запрещено, закон Конституции Российской Федерации. Это что у нас, депутаты, двоечники, в конце концов. Они правы живут. Спасибо. Это надо в конституционном. Вы по городу не проедете. Понимаете, нету по городу, хотя можно там поле 150 сейчас стоит. Ну ладно, а куда они? Вот это придают. По пригороду у нас 25 рублей, задача. И назад 25, полтинник. А им все мало, им все мало, когда они их нахапаются. В одну сторону, когда они нахапают. Наши отцы головы сложили, мы России как щитей по сей день. Женщины, дорогие, вы все записались туда? Нет. Запишитесь, пожалуйста. Девушку, да. А о чем вы, да, уже с организмом пригнаете? Нет, ну я хочу сказать, если я одна женщина сказала, на такси ездила, то это не значит, что у всех водоцов ребенка надо везти. Конечно. На такси ездить 250 рублей в одну сторону только. На прям гордый. Ермолаев Евгений Андреевич, исполняющий обязанности, координатор Саратовского городского отделения партии ВДФ. Есть какое-то, на ваш взгляд, рациональное решение этого вопроса? Понятно, что половина не пользуется билетами, и из бюджета деньги на них идут, а те, кто пользуется, им мало этих денег. Наиболее рациональным решением было бы предоставить возможность выбора гражданам, дать возможность тем, кто хотел бы использовать льготу, в дальнейшем ей пользоваться, тем, кто хотел бы ее заменить на денежный эквивалент, предоставить такую возможность. А вот как думаете, сократить как-то расходы бюджетные можно было? Ну, на мой взгляд, текущая монетизация, она никоим образом не повлияет на бюджетные расходы, потому что объем денежных средств, который, кстати, в расходной части бюджетных, он минимален по сравнению с общим объемом бюджетных расходов. Все, отлично. Когда одну гребенку, в конце концов, чесайте, действительно. Вообще, деградин надо подходить к каждому. Я же говорю, они бы лучше свою зарплату большую отдали бы в казну, но у нас сразу казна, Саратовская область была бы богатая. Такое, что жизнь со мной. Хорошо одета была мать. Не надо, я только моя мама. Это даже не так будет. Пока сын одевает мне для себя. Ну, не, я не для себя одеваюсь. Вот так. Для себя. Где ты? Это ерунда. А, ТВЦ. Да, это вот такой парк попал из-подицы. Спасибо.